Всем привет, меня зовут Юра. Сегодня я расскажу вам правила игры The Search for Planet X или, как в русском варианте, в поисках планеты X. Это логическая игра на дедукцию с приложением, где мы возглавим обсерваторию и будем зарабатывать победные очки в поисках планеты X. В игре у нас есть основное поле, которое состоит из секторов, в данном случае 12. Я буду рассматривать стандартную сторону. На обратной стороне экспертный режим и там 18 секторов. В каждом из секторов может находиться один из объектов. Это кометы, астероиды, планета Карлик, газовое скопление, планета X и по настоящему пустые сектора. Сверху есть диск земли, по центру у нас солнце. Этот диск земли символизирует видимую часть нашего неба, которую мы сможем исследовать. По внешнему кругу у нас трек времени, где мы будем передвигать свои фигурки при выполнении тех или иных действий. Диск земли будет двигаться вслед за фишками игроков. Таким образом, изменяя видимую часть неба. Каждый игрок на старте получает вот такую вот ширму. Здесь очень хорошие подсказки по ходу игры, по объектам, которые мы ищем и по подсчету победных очков в конце. Но я ее использовать в игре не буду, чтобы вам было наглядней. Получает два жетона целей, которые можно использовать за игру, а также девять жетонов теорий, которые мы будем выдвигать в процессе игры в поисках таинственной планеты. Обратимся к приложению. На старте каждый игрок получит некую информацию, которую отметит на своем листке данные, которые он будет анализировать в процессе игры и искать планету. Все подробно я рассматривать не буду, поэтому перейдем сразу к информации, которая нас интересует. В начале игры мы выбираем стандартный режим, если мы играем на этой стороне поля. Продолжить. Мы получаем код. Этот код требуется для того, чтобы другие из участников игры смогли присоединиться к вам и искать ту же самую планету, которую ищите вы, но получив при этом другую стартовую информацию. Мы отмечаем местоположение, где мы находимся. Мы сидим со стороны летнего солнцестояния. У нас здесь тоже самое на нашем планшете, поэтому выбираем состояние. И нам предоставляется возможность выбрать, сколько фактов мы хотим узнать на старте. Факты, каких объектов нет в секторах в 12, в 8, в 4 или в 0. То есть мы можем начать, просто ничего не зная. Мы возьмем как начинающие 8 фактов. Продолжить. И мы получаем данные, которые указывают нам о том, что в секторе 3 нет газовых скоплений. Поэтому мы смело зачеркиваем эти данные у себя на планшете. После этого в 4 также у нас нет газовых скоплений. В 5 у нас нет планеты Карлика. В 6 у нас нет астероида. И так далее мы зачеркиваем. В 7 тоже у нас нет Карлика. В 9 нет Карлика также. В 11 у нас нет астероида. И в 12 у нас нет также газовых скоплений. Приложением могут пользоваться на одном телефоне или планшете несколько игроков. Здесь можно это добавить. Но мы начинаем игру. И также на старте мы получаем некие зависимости, которые вот нам указывают исследования ABCD и F. А также конференция, которая чуть позже. Также у нас есть зависимость. В данном случае А это газовые скопления. Мы здесь так и пишем. Б это астероиды по отношению к кометам. Ну и так далее информацию мы всю записываем на своем планшете. Фиксируем. И нажимаем продолжить. После этого игра собственно начинается. Но мы вернемся к этому чуть позже. Также расскажу, что здесь на планшете игрок будет отмечать выполняемые действия свои. Результат этих действий. А также он может фиксировать действия других игроков, чтобы отслеживать о том, что они делают. Здесь есть область для каких-то заметок, пометок своих. Внизу подсчет очков, к чему мы будем стремиться. Целью игры у нас будет поиск планеты Х, а также получение победных очков за правильное нахождение других небесных тел. Перед тем, как рассмотрим ход игры, давайте рассмотрим зависимость нахождения небесных тел на карте. К примеру, на нашей подсказке здесь есть некие определения. Они также есть у нас на ширме. Всего у нас в 12 секторах на небе могут находиться две кометы. Эти две кометы могут находиться всего лишь в избранных секторах, которые у нас указываются в подсказке. Это сектор 2, 3, 5, 7 или 11. Соответственно, 2, 3, 5, 7 или 11 сектор. На поле у нас также присутствуют 4 астероида. Нахождение их зависит следующим образом. Они могут находиться либо двумя парами в соседних секторах, либо одной группой в 4 сектора. Также у нас есть одна карликовая планета, у которой зависимость следующая. По соседству с ней не может быть планеты Х, нашей искомой планеты Х. В игре у нас присутствуют два газовых скопления. Их зависимость следующая. По соседству с облаком находится хотя бы один пустой сектор. По-настоящему пустой. У нас есть одна планета Х, которая, как известно, не может быть по соседству с планетой Карликом. И также у нас есть два поистину пустых сектора. Напомню, что при выполнении действий и поиске самой планеты Х, этот сектор всегда у нас будет обозначен пустым сектором. И нам приложение никогда не скажет, что тут находится планета Х. То есть, по сути, в игре 3 как будто бы сектора, среди них находится одна планета Х. Ход игры выглядит следующим образом. Активным игроком всегда считается тот игрок, который отстоит от всех игроков дальше всех. В данном случае желтый игрок отстоит дальше всех. Допустим, если красный игрок будет уже находиться на этой клетке, то желтый игрок, придя в эту клетку, станет вперед. И таким образом активным игроком будет красный игрок. В свой ход активный игрок выполняет одно действие. После этого передвигает свою фигурку вперед по треку времени. На столько клеток в зависимости от того, какое он действие выполняет. В приложении, в подсказках вся информация имеется. И после этого мы сдвигаем круг Земли на необходимое количество секторов. В данном случае диск сдвигать не надо. Если бы оказалось так, что красный бы был активным и пришел сюда, либо дальше, то в таком случае мы бы сдвинули круг Земли ровно до того сектора, где находился самый последний игрок. Рассмотрим все четыре действия. Первое действие это поиск объекта на видимой части неба. Как оно выглядит? В приложении это самый первый пункт. Мы заходим сюда. Приложение здесь нам подсказывает, что мы должны искать в видимой части неба. Нажимаем продолжить. Мы выбираем здесь объект, который хотим найти в указанном количестве секторов. Допустим, это будут астероиды. Мы выбираем астероид. И затем стартуем с любого видимого сектора. Допустим, мы смотрим со второго по пятый. После этого приложение нам говорит, что мы должны посмотреть. И мы смотрим, что мы должны подвигать свою фигурку на три деления вперед. Мы это делаем. Раз, два, три. И результат нам говорит о том, что астероидов со второго по пятый сектор нет. Поэтому мы смело зачеркиваем астероиды и в этой области. Таким вот образом. Мы записываем эту информацию в свой планшет. То, что мы искали кометы в секторах со второго по пятый. И результат нам ничего не дал. Сделаем прочерк. Мы свои действия объявляем для всех игроков, чтобы они слышали и знали, что мы ищем. Но не говорим им результат. Обратимся ко второму действию. Это цель. Оно нам дает точное местонахождение какого-либо объекта в указанном секторе. Обращаемся к приложению. Это второй пункт. Нам здесь сразу приложение говорит, что нам обойдется это в 4 единицы времени для игрока. Заходим. Опять подсказка. Эту подсказку можно выключить в приложении. Мы выбираем сектор в видимой части неба. Опять же. Допустим, мы выбираем сектор 4. Нам приложение говорит, что сектор 4 пустой. И нам приложение опять же подсказывает, что здесь может находиться планета Х. Обводим здесь, что это пустой сектор. Здесь также пишем слово цель. 4 и результат пустой сектор. Это по-английски, извините, пишу вот так. После этого мы сдвигаем свою фигурку на 4 деления вперед. Ну, мы, допустим, так бы не могли сделать. Допустим, вот наш бы ход был, и мы бы сдвинули. Раз, два, три, четыре. Таким образом. И так как мы знаем, что пустым сектором может оказаться планета Х, отметим у себя, что возможно здесь планета Х. При выполнении действия цель у игрока есть два жетона, которые он должен скинуть после выполнения этого действия. И таким образом всего за игру игроку доступно дважды это действие цель. Третье действие, которое доступно игроку, это исследование. Мы будем исследовать зависимость нахождения небесных тел по отношению друг к другу. Это research, третье действие в списке. Нажимаем. Там подсказка также нам говорит, что оно нам будет стоить одну единицу. Мы здесь пишем исследование. И после этого мы выбираем, какую зависимость мы хотим исследовать. Допустим, мы что-то знаем о карликовой планете, и мы выбираем D, допустим, по отношению к карликовой планете, как относится к астероидам. Смотрим информацию. В результате мы получаем информацию, что карликовая планета находится в соседнем секторе с астероидом. Здесь мы делаем эту пометку. Я писать ничего не буду. После этого приложение нам подсказывает, что есть ограничение на выполнение этого действия. Его нельзя выполнять два раза подряд. То есть, допустим, если вы дважды будете активным игроком, все равно это действие выполнить не можете, как и, допустим, после другого активного игрока. И рассмотрим последнее, четвертое действие. Это поиск планеты Х. Оно здесь у нас как раз последним указано. Подсказка, что оно обойдется игроку в 5 единиц времени. Заходим. И мы должны определить сектор. Допустим, мы знаем, где эта планета находится. Мы выбираем шестой сектор. Здесь стоит отметить, что по сравнению с предыдущими тремя действиями, которые всегда выполняются на видимой части неба, это действие можно выполнять в любом секторе. Как я уже сказал, хочу попробовать угадать, что планета находится в шестом секторе. При этом я также должен определить, что находится в пятом секторе. Ну, давайте, конечно же, я сделаю какую-нибудь ошибку. И что находится в следующем секторе, в седьмом. Допустим, тут пусто. И после этого мы проверяем местонахождение. Ну, естественно, мы же не играем в эту игру, поэтому нам сказали, что в пятом секторе планеты X нет. Ошибку приложений покажет в любом случае, если вы не угадали хотя бы один соседний объект. То есть сама планета X может находиться в том секторе, в котором вы и предполагаете, но вы ошиблись в одном из соседних секторов или в обоих. Приложение вам скажет, что нет, это не так, и вам придется продолжить поиск. У нас осталось два всего лишь вопроса. Это выдвижение теории и конференция. Каким образом происходит выдвижение теории? Как только маркер Земли достигает этой отметки, каждый из игроков может выдвинуть до одной теории. При выдвижении теории игрок втайне за ширмой выбирает теорию объекта, который он хочет предположить, где находится, кладет в руку, если хочет, можно не выбирать объект вообще. И из-за ширмы все игроки одновременно открывают руку и в порядке очереди, начиная с дальнего игрока, они выдвигают теории в любой сектор, независимо от того, видимая часть это или нет, на вот этот трек, на крайний трек, кладется выдвинутая теория. Сразу отмечу, что игрок вправе выдвигать различные теории в один и тот же сектор, то есть, если он не уверен до тех пор, пока не определилось правильное нахождение объекта в данном секторе. А также разные игроки могут выдвигать теории в один и тот же сектор, прямо в один ход. После того, как все игроки в порядке очереди выдвинули теории, все маркеры, находящиеся на поле, сдвигаются на одно деление вперед к центральному кругу, включая те теории, которые выдвинуты были в этот ход. Если в этот момент теории достигли внутреннего круга, то все теории, достигшие внутреннего круга, проверяются на истинно это или нет. Они переворачиваются, и мы в приложении обращаемся к этому пункту Peer Review. Мы заходим сюда и смотрим. Мы выбираем сектор. Проверка секторов начинается с 1 по 12, ну, соответственно, там, где открылись теории. Мы проверяем сектор номер 3 и смотрим, нет ли там объекта под названием астероид. Естественно, его там нет, потому что я информацию эту получил, но на всякий случай покажу результат. Мне говорят, что это не так, и если игрок оказался неправым в этот момент, он удаляет из игры свой жетон теории, и в качестве штрафа он сдвигает свою фишку на один шаг вперед. Если же здесь оказалась верная теория, то есть приложение нам сказало, что это правда, все жетоны, которые находились дальше от правильной теории, переворачиваются, и все правильные остаются на месте, а все неверные удаляются из игры, и хозяева игроки этих теорий также сдвигают свои фишки на один шаг вперед. Если это было сделано таким образом, что оба игрока должны подвинуть свои фишки, то они сдвигаются от последнего к первому, так, чтобы их порядок далее не изменился. На экспертной стороне поля можно выдвигать до двух теорий, то есть если это две разные теории, прямо можно в одном секторе размещать, если это две одинаковые, в разные сектора. Правильно выдвинутые теории принесут игроку в конце игры победные очки. И последнее, что нам стоит рассмотреть в игре, это вот этот символ, который называется X1, как раз он у нас есть здесь на листе. Это зависимость в данной игре планеты X от астероидов. Напомню, что каждая игра формируется совершенно по-разному, и каждый игрок получает на старте абсолютно разную информацию. У вас никогда не будет одинаковой игры. Мы вновь обращаемся к приложению «Планета X конференция», заходим сюда и нажимаем то, что нам предлагает предложение. Мы получаем в ответ информацию, что планета X находится вне двух секторов от астероида. Допустим, у нас есть астероид 100% в шестом секторе, то планета X не может находиться в пятом, четвертом, седьмом, восьмом. То есть все, что находится дальше, там находится планета X. Данную информацию мы можем себе зафиксировать в качестве помощи. После того, как один игрок верно определит положение планеты X, он должен об этом сказать, всем игрокам объявить, но при этом он не скажет сектор, в котором находится эта планета. После этого игра сразу заканчивается, но игроки, отстоящие от узнавшего планету X игрока, вправе сделать на выбор два варианта действий. Либо выдвинуть одну теорию, если они отстоят от этого игрока на один, два или три сектора, либо две теории, если отстоят на четыре, пять или шесть секторов. Либо второй вариант, они могут попробовать угадать, где находится планета X по обычным правилам через приложение. Но при этом эти игроки никуда не сдвигаются, а остаются на месте. После этого мы проверяем все теории, которые были закрыты на поле, их правильность или неправильность. Все открывается и переходим к подсчету очков, нажимая на конец игры и показать все объекты. Приложение нас уточняет, правда ли это, что мы хотим закончить. Мы говорим да. И мы узнаем, что у нас в этой игре, где находилось. Победные очки игроки получат за первыми выдвинувшими верные теории. Игроки, которые оказались здесь со своими теориями верно, они получат по одному очку. Может оказаться так, что несколько игроков выдвинули первыми теорией. Это так здесь может быть. И они, каждый из них получат по одному победному очку. Игрок получит два победных очка за правильно угаданный астероид. Три победных очка за правильно угаданную каждую комету. Четыре победных очка за каждое правильно угаданное облако газовое. Четыре очка за карликовую планету. Игрок, правильно первый узнавший местонахождение планеты Х, получит 10 очков. И если игроки тоже смогли угадать правильное нахождение планеты Х, то они могут получить 2, 4, 6, 8 или 10 победных очков в зависимости от того, как далеко они находятся позади от игрока, правильно угадавшего планету Х. Два очка. На один сектор 4, 2, 6, 3, 8, 4 и 10 очков, если находятся на пятой клетке от правильно угадавшего игрока планету Х. После этого мы просуммируем. И игрок, набравший больше всех победных очков, станет победителем. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Спасибо большое за просмотр этого видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok